Белорусские банки смогут перевлекать западноевропейский капитал. Первый вице-премьер Василий Матюшевский высоко оценил шансы наших финансовых организаций на открытии инвестфорума в Минске. На мероприятие приехало более 500 бизнесменов со всего мира. Уже начались первые дискуссии. В президент отеля работает мой коллега Дмитрий Титов. Дмитрий, много ли компаний с иностранным капиталом интересуется Белоруссию? Экономика завтрашнего дня во многом зависит от тех бизнесменов, которые присутствуют сегодня на форуме. Именно такими словами закончил свое выступление первый вице-премьер Василий Матюшевский, подчеркнув, что количество иностранных компаний с иностранным капиталом в Беларуси только за последние 4 года увеличилось на 40%. На белорусском инвестиционном форуме жизнь кипит в основном на кофе-паузах, где нам и удалось пообщаться с первым вице-премьером. Он не исключает возможности того, что уже в следующем году Беларусь разместит евробонды. В 2017-м мы разместили еврооблигации в объеме 1,4 миллиарда долларов. Также высоки шансы привлечения западноевропейского капитала в белорусские банки. В высоком степени вероятности, например, Белинвест и Европейский банк реконструкции развития, если мы воспринимаем это как приход, это вообще очень короткая перспектива. Чакарбарти приезжал, мы договорились о том, что это горизонт 12 месяцев максимум. Санкции против Российской Федерации. Во время первой панельной дискуссии на тему экономика завтрашнего дня, замминистра экономики Павел Утюпин подчеркнул, что сегодня инфляция находится на минимальном для страны уровне. С 18 октября ставка рефинансирования снизится в 8 раз за год до 11% годовых. Опережающими темпами растут иностранные инвестиции. Например, прямые китайские инвестиции за 5 лет выросли более чем в 14 раз. Мы последние месяцы идем с достаточно положительной динамикой. По итогам 8 месяцев валов внутренних продуктов вырос больше 1,6% и зарабатывает прибыль предприятия. Экономика начинает распрощиваться. Вот именно в этот момент очень важно было подготовить определенные нормативные документы с точки зрения улучшения инвестиционного климата. Большое внимание уделяется деловому климату. Прямо сейчас идет панельная дискуссия на тему IT. Совсем недавно в число резидентов ПВТ приняли еще 7 команд, среди которых всемирно известные голограммы Киномоу. Наших разработчиков в свое время поддержал сам миллиардер Ричард Брэнсон. Тенденция увеличения числа резидентов не случайно подчеркнул замдиректора парка. Мы сейчас активно ведем, наращиваем число резидентов, потому что вы знаете, что в ближайшее время будет принят новый декрет о парке высоких технологий. И многие ребята, которые открывали компании за рубежом, многие ребята, которые сейчас создали здесь стартапы, они верят, они видят, что страна, сказав 12 лет назад, да, IT-отрасли, сдержала свое обещание. Ведь на самом деле Беларусь уникальна в этом отношении. Блок IT закончит обсуждать ровно в час дня. К этому времени обещаю поделиться всей последней информацией. Так что, Женя, до встречи. Спасибо, Дмитрий. Ждем подробностей с Инвестфорума в прямом эфире в 13.00. Ждем подробностей с Инвестфорума в 13.00.